Доброго времени суток, уважаемые зрители, подписчики и гости нашего канала! Вы смотрите Польза и Вред. И сегодня мы поговорим о вреде и пользе жевательной резинки. Говорят, что на заре прошлого века в продажу поступила первая жевательная резинка. Польза или вред от употребления такого лакомства? Сегодня ученые не перестают спорить на этот счет. С голубых экранов мы слышим о несказанной пользе. А врачи единогласно говорят, что жвачка может только навредить. Где же правда? Давайте выяснять. Итак, жвачка панацея или вредитель. Сегодня сложно представить современного человека, который после перекуса, курения или просто для свежести дыхания не использует жевательную резинку. Каких только вкусных жвачек отведать нам не предлагают производители. И мята, и морозная свежесть, и даже спелый и сочный арбуз. Большой популярностью и спросом пользуется жевательная резинка Orbit. Польза и вред жвачки такого бренда, впрочем, как и других производителей, напрямую зависит от состава. Наши предки жевались для развития мускулатуры, а также в целях успокоения древесную смолу. Позже человечество опробовало каучук, который и по сей день остается основным ингредиентом жевательной резинки. Давайте посмотрим, что же находится в составе жвачки. Это каучук, усилители вкуса, подсластители, ароматизирующие вещества и красители. Как видите, состав жевательной резинки язык не поворачивается назвать натуральным. Кстати, на заметку, каучук, который производится из латекса, считается гибким, эластичным и мягким материалом. Из него изготавливают не только жевательную резинку, добавляют латекс в клей, обувь и резиновые изделия. В качестве подсластителей производители жевательной резинки выбирают обычный сахарный песок или аспартам. Такие ингредиенты могут спровоцировать кариес, приступы тошноты и головной боль. Еще в жвачку добавляют ксилиты или сорбиты. Эти компоненты относятся к числу слабительных средств. Ароматизирующие вещества, в большинстве случаев синтетические, могут стать причиной развития аллергической реакции. Пристальное внимание следует обратить на красители. Как показывает практика, такие компоненты нельзя назвать натуральными и безобидными. А некоторые из них даже считаются канцерогенами, которые очень опасны для здоровья человека. Какова же все-таки польза и есть ли она на самом деле? Все-таки полезные свойства у жевательной резинки должны быть, иначе нет смысла производить и рекламировать такой продукт. В первую очередь стоит отметить, что употребление жевательной резинки способствует очищению зубов. Каждый из нас видел рекламный ролик, в котором рассказывают о полезных свойствах жвачки. Действительно, в процессе жевания после еды у вас появляется возможность устранить некоторые частички пищи. Они попросту будут прилипать к резинке. Давайте посмотрим на некоторые полезные свойства. Это стимуляция выработки слюны, освежение дыхания, устранение остатков пищи и успокоительное воздействие. Итак, об очистительных свойствах жевательной резинки мы уже поговорили. Что касается освежения дыхания, то это свойство нельзя ставить под сомнение. Правда, эффект будет непродолжительным, лишь временно маскирующим такой недостаток. Следует учесть, что жевательная резинка позволяет лишь устранить верхушку айсберга. Зачастую неприятный запах из ротовой полости – это признак стоматологических недугов или нарушения функционирования органов пищеварительного тракта. В таком случае следует обратиться за помощью профильного доктора. Ученые установили, что жвачка оказывает еще и седативное воздействие. Нет, в резинке не содержатся компоненты и витамины, укрепляющие нервную систему или из разряда успокоительных веществ. Сам процесс пережевывания так влияет на нервную систему человека. Поэтому, когда нервничаете, можно позволить себе взять жевательную резинку. Ну и, пожалуй, на этом полезные свойства продукта и заканчиваются. Жевательный вредитель. К сожалению, отрицательных свойств у жевательной резинки гораздо больше, нежели положительных. И обратиться снова необходимо к ее компонентному составу. Красители, усилители и всякие ароматизаторы – это вредители чистой воды. Поэтому употреблять жвачку постоянно врачи не рекомендуют. Теперь давайте определим, что же происходит в желудке в процессе жевания резинки. Как уже говорилось, стимулируется выработка слюны. Все взаимосвязано в организме, поэтому чрезмерное слюноотделение влияет на снижение уровня желудочной кислотности. Организм принимает сигналы и начинает активно вырабатывать желудочный сок. Вспомните уроки анатомии. В желудочном соке содержится кислота. Если вы употребляете жевательную резинку на голодный желудок, то кислота будет только раздражать слизистую оболочку. Со временем такие процессы приведут к образованию язв или кастриту. Употребление жвачки считается тормозом для мозговой деятельности. Да, ученые действительно установили этот факт. Наш мозг расценивает жевание жвачки как прием пищи, а как известно, во время еды мозговая активность снижается. Поэтому и неудивительно, что люди, которые постоянно жуют жевательную резинку, менее сосредоточены, плохо усваивают информацию. Еще один немаловажный момент – это отрицательное воздействие на работу слюнных желез. Когда слюна длительное время будет интенсивно вырабатываться, со временем процесс будет противоположным. У человека наблюдается дефицит слюны, что приводит к пересыханию слизистых покровов полости рта и, как следствие, к различным стоматологическим недугам. Еще один важный момент – жвачка имеет липкую консистенцию, что может привести в процессе жевания к нарушению целостности протезов или выпадению пломб. Если вы не хотите тратить колоссальные средства на визиты к стоматологу, лучше чистите зубы после каждого приема пищи или используйте зубную нить. Полезные свойства и вред жевательной резинки по сей день овеяны мифами. До сих пор светила мировой медицины ведут активные споры относительно этого вопроса. В первую очередь сомнения вызывают именно состав любимого лакомства взрослых и детей. Некоторые компоненты противопоказаны деткам и женщинам в период вынашивания плода. Стоматологи уверяют, что ни одна жевательная резинка в мире, даже самого раскрученного бренда, не может конкурировать с чисткой зубов. Чтобы ваши зубки оставались крепкими и здоровыми, просто внимательно следите за гигиеной ротовой полости. Не забывайте посещать систематический дантиста. Будьте здоровыми и красивыми. Ну и на этом мы сегодня закончим. Ну а выразить свое мнение или же поделиться с нами своим личным опытом можно в комментариях. А с вами был канал Польза и Вред. Если вы еще не успели подписаться, то подписывайтесь, и вы узнаете еще много полезной, а главное важной информации. А я же всем говорю спасибо за ваши оценки к видео. И всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова